игроки только что зашли на сервер но твой лайф 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 все понятно все лайф начинается и давайте будем смотреть и так команда юнити дамок терник фейдер макси ромин команда трактор саша бобина хурики не сделала дедушка вот все вроде как об воде команды очень такие я был стон не знаю так что я буду здесь особую большую часть комментировать тогда хорошо так нас игроки идут мигу боковую против плюс мил один группа или что на это успокоит моего прибыла быстро зажать что делать собственно дедушка ризер термик дамок уже подтягиваются 2 9 хурикин перестреливаться с очком оставляет красным рейзера и в принципе есть команда юнити в тупике сейчас нужно что-нибудь делать черный игрок от 453 принципе очень тяжелый термик поевать рейзер боже мой ну это вообще не так у меня мама подошла ладно хорошо так дальше 1 1 пистолетку ушла за команды трактор с хурикин стрелял у нас два фрага и пока я дальше 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 все легли и и решает эко без боя выходит через дроп рум полностью атака и сервис огонь огонь отлагать должно отлагать отлагать опять какие-то проблемы у тебя залагала так сейчас посмотрим я сворачивал стрим тогда у меня в принципе лаги и лаги на том месте где макси убивает хурикена и где четыре собственные игрока и брок руми на этот момент я коллег тут что тут 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 буквально 10 20 секунд отойду по некоторым делам что у нас да у нас пока все в принципе лагает а что сейчас я быстренько отключусь да напомню вам тем временем прошлую катку на клубе старгейме были как раз и так а эти команды играли финале тогда выиграла команда юнити со счетом 21 было три карты также по он был кобл потом по моему потом был даст был каш только и даст это когда вы сговорили а в сг так за кого играл в оранжи по фоткам чеку в оранжи и я не играл я нету нет я те про то что финале они встречались в сг на кибераду 2 2 1 встречались какие карты кобл стон там точно был там был кобл стон был кэш и еще одна карта это была помню кабл стон был первым да да кэш 2 было по кэш нет кэш 3 тоже когда решили а вот 2 2 тоже сейчас не вспомню но состав были примерно такие же только вместо ридера играл дедушка который сейчас играет совсем другой команде то есть против макси а за команду трактора играл кто там играл игра какой другой парень которого сейчас нет как так записи в принципе есть на твиче все прошлых игр как раз которые проходили в сг между этими командами все три карты на ю тубе тоже принципе моем канале да и чуть у нас пауза какая-то запись снова значительно опять там жили комп и что случилось плачевно 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 три конек пробовал нет сделай к доброго и чё так же ну да все так значит это точно пауза я просто думал на самом деле может у меня залагало только одного я не думал что написать кому-то из-за каков 15 зрителей на одном положении стриме стрим телефона смотрю смотрю в принципе нормально слышать xx целость и смотришь но то есть что кс у нас что мы ели было слышно то есть у нас нет я нормальный в кс так там в алюмия 02 прописал 00002 у меня звуки даже вообще капец на этом малейшее да потом все равно буду слушать этот когда вырезать все равно буду смотреть тут эта информация смешная нам стабилы оказывается время на компьютере закончилось в этом клубе и компьютер просто выключился нормально пауза по этой причине у всех или у кого-то одного у кого-то одного видимо на вот ну а щас пока кушаю пироженку пойдем остается 1 в 2 лучше с обедом потом не порт трансляцию ну так отцы 1 в 1 это пауза конечно за время этой паузы контртеррористы естественно успели придумать что они будут делать он же кушай нормально хихихих хихихи один один тем временем у нас давай так выход по отбе уже реке на нас на выходе очень попадает по-своему неплохо так бабе не залетела бабе домок термик ждет дроп ром и будет от забирать и скелу и скелу не поддался саши минус максу ставится уже plant и скелу минус роме оставится один резер который тусовался почему-то на пункту не пошел он убивать принципе и куда ему на пятерых лезть причем там нет даже никого красных вроде появились шансы да там поменять и при вернуть игру свою пользу но команда трактор все эти шансы быстро обломала и оставили одного резера который просто прячется и ничего сделать сейчас собственно не может конечно может повлиять не могу убить пару человек в принципе пропускает и никого не забрал просится пауза видимо у дамка сейчас опять проблема комп краснулся или какие-то другие я не умею паузу без добина ну иначе что будет делать игра начинается так все так ребят время идет время идет игра идет и посмотрите зашел 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 сразу вы посмотрите рома покупает дробовик по деньгам хотя принципе рига нормально но рома не реализовывать свой дробовик это конечно очень плохо открывается дробовик подбирает отобрать ой термии который умирает макси делает враг однако его нет его разменю тридером есть инфа двух игроков на что они находят дробов и макс дамком быстро начинают в принципе уходить на сейф есть два дропа очень интересненьких и есть на чоку в руках макс бомба уже подходит к депленту будет с минут на минуту секунды на текунду установлены ну да мог с макси сейчас в принципе продвигается переску и наверняка пойдут в башню террористую хотя посмотри термик меняет свой курс ой боже да мог менять свой курс и будет отлавливать тут игроков к нему как раз сейчас направляются два игрока и я на его месте стал бы в уголке ну у него конечно немного другая игра и его тут отлавливают макси решается оставаться в боковом остается там и ну в принципе есть шансы засевить очень неплохие однако дедушка может эти шансы оборвать и максимум что макси ой-ой-ой макси есть инфа о нем конечно же вам уже быстро пили хотя думаю до него не успеет достать однако да не успеет бобина идет с башни сам он ничего совершенно не увидит саша тоже далеко и в принципе макси удается заставить под домов быстраться но края бы уверен так было бы гораздо больше но как и есть так есть еще один аккаунт на работе в исполнении команды юнити да я кран с маки флешки и я давать посмотрим что придут сейчас будет 4b 1а в принципе очень интересная тактика калаши дается ромик который стоит в миггл и будет принимать миггл остальные игроки стоит по 2b раскидку делать не скажешь при этом конечно бесполезно просто перестрелки в дыме конечно все уходит минус команде юнити и ром наверно ты посмотри роми идет на выбивание делает фраг однако роми идет дальше посмотрите от стрима кстати показывает нас тогда поменяться и часто зависит от роми роми нужно ставить хэдшот или убивать роми нет к сожалению остается рейдер без брони с маке 4 1 для команды трактор карта конечно термская такого стону не знаю куча ошибок от команды юнити прошло прошлый прошлый раз на самом деле тоже команда трактор взяла кабблстоун а вот юнити как раз взяли карту кэш ой кэш люблю блин вот не помню я тучу было блин по моему инферно было слушай-ка по моему инферно было не знаю вот сейчас не вспомню блин мне бы интересно озадачить кого-нибудь в этом в чатике в чатике зайдите пожалуйста канал и посмотрите на игры с старгейма на кибераду смотрите там какая вторая карта была их противостояние напишут до разгар байраунда бобеда делать хочу прыжки хурикет делать хоть мог враг что происходит команда хранить заход полностью плэнт б и просто какая-то удача макси все-таки удержит бэклэнт убивает бомбера бомбер и максу дедушка за ящиком в разные стороны время в этот момент макси все-таки берет на свои плечи делать три фрага так дедушка в один-в-один с роми роми перелапливать не ну хочется отметить что хурикет забрал смог игрока бобина прыжки от скалаша поставил хоть что-то трактором везет либо включили какую-то приватку нужно никак не объяснить это тем что игроки долго не заходили на сервер но очень жестко и конечно игроки команды юнити должны выразить сейчас благодарность команд игроку макси поскольку он все-таки сейчас перевернул игру перевернул этот раунд вроде бы он был зажат с трех сторон да но он успел дать и жестких фрагов и все интересно что дамок дамок делает два минуса сломаться термик дробовика еще хочу я не успеваю даже комментировать быстро все эти фраги летят саша попадает в голову дамок еще раз но саша успевает его разменивать но это третий раунд должен быть саша будет зажат его должны убивать хотя принципе он уходит шифтами бомба в принципе у ребят собой дедушка дедушка чекает ой-ой-ой термик ловит второй хатшот просто шикарный пацан заработал за все достаточно денег ну и саша принципе идет сейд но я не знаю как он это будет делать все эти 40 секунд вряд ли конечно за ним пойдут но времени 40 секунд достаточно долго вторая карта была оверпас оверпас точно забыл я думаю так же и сейчас они будут играть было бы интересно так сашу пошли на розыске санька санёк какой танец все спину от него делал первый фраг но хп его количество хп дает о себе знать естественно не успевает точнее не то что вы не успевает один выхлеров ловил и умер в принципе хотя если бы был побольше шансы бы наверно было больше как-то так ребятах и честно не завидую юрику когда он камень у меня уже горло полностью засохла однако я молчать не буду я никогда особо не молчу сами сами убивают ризер каким-то невероятным разворотом и команда характера начинает реабилитировать делать два жестких фрага на плате принципе аплэн фонсовых распоряжений так роми делает фраг пушкин это был славливать отчет все эти люди убивают два гривнах но вот это интересно да на это они кто то наверное ничего особенного попробовать убить конец как он может быть ма смазать макс 7 макс 7 маршевмом да 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 но принципе забирает халявный калаш от дедушки пульки дедушки Я бы не сказал, халява не заработала, потом кровью, виском, конечно, да, все-таки термин рискнул, пролист подальше, поймал дедушку. Ну, в принципе, риск, я тебе скажу о правде, да, забирает калаш, сейвит броню, сейвит калаш и уходит к нычке Санька, это теперь любимое место команды Юнки, я так понимаю, на этих камнях очень они это место влюбовали и сидят терминем каждый раунд. Ну, я думаю, долго стоять на этом месте они не будут, поскольку нужно собираться и брать уже на конец раунда, а не ошиваться от этих камней. Так что, смотрим, кому достается этот калаш, заставленный термиком. Так, калаш, остается у термиком, в принципе, Роме закупает броню, Роме, в принципе, достаточно срезан для толстого, чтобы скупиться. Макси, 1600, термик, резер, резер, будет кладить суздеглом, резер, смотрим, смотрим, может, в принципе, поймать фрикеном, чекать лео, ой, 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 серьезно? Да, резер поставил жесткий, хэдшот знает, что там есть еще кто-то подозревает, точнее, но Саня не дает больше возможности резеру попасть кому-нибудь в голу. И Скелла постоянно играет у нас через броню всегда. Да, у него, в принципе, это неплохо получается, постоянно он проходит и дропы, но хочется отметить, что четыре человека стоят под B, то есть все четыре человека стоят в B. У них толком нету института, решили рискнуть. Ну, посмотрим, в принципе, бомба смещается под B и, в принципе, команда Юнити угадывает с выбором команды Трактор. Остается только сейчас их перестрелять, конечно, и сыграть на неожиданность. Сесть на команду Трактор не ожидает увидеть четырех человек. Давайте посмотрим, как сейчас это будет получаться. Три человека за дерево, Трактор все-таки погибает. Плэнд, в принципе, практически занят. Макси высовывается, не очень приятно, тоже умирает. Рома умирает и... Ну, как все, жахт, складывается на команду Юнити, дамок тоже без шансов падает. Ну, четыре человека стояли, конечно, но... Чтобы они что-то сделали в последнее видео. Ну, тайминг опять неприятно словили, ребят. Это 36 денег на бой, естественно, хватает. Это было эко. Давай. Трактор берет дробовик. Первый термин, хватает даже на закупку. И хочется отметить, что у Юнити нет ни одного дефюса. Так, ни одного дефюса нету, и это очень может сыграть большую роль. Мы тоже так думаем. Так, у нас скрин здесь подключился, и мне как все, неплохо было отправить бы в мутер. Это даре. Это даре. Скрим. Скрим сейчас играет в фунаде. Спинал из фунадера. Нас пошел. Процент. Нас пошел. Хедшотов. Ладно, давай я дальше провел стримить. Хорошо. Потом ты вольешься. Ты студия аналитики у нас здесь, и нам после мальчика скажу свое мнение. Хорошо? Я за пельмехами. Хорошо, за пельмехами давай. Так, в этом времени Макси не сменил позицию после первого фрага, и скелл, в принципе, его спокойно засылает. Бомбина делает фраг по рону. Дамок вылез спиной, однако развернулся, делает жесткий хедшот, но бомба в этот момент уже ставится на пленте. Рейдер дамок, в принципе. Ну, опять же, вот, о чем я и говорил, до кузова ребят нету, рейдер погибает, и дамок, в принципе, уходит в цель. Ну, не знаю. Тут спокойно можно закамбетчить, все шансы есть, но... Видно, юнити сейчас сыпется просто, не позвали, не позвали. Ребятам нужно что-то сделать с этим. На Каблстоне очень тяжело собраться, на самом деле, но... Всегда есть шанс, пельсик. Дамок, в принципе, очень так искусно прячется от всех врагов, но... Что? Курикет не заметил, как дамок спрыгнул за руку, что очень странно. И уходит на сейф. Ну, ситуация аналогична, повторяется, как в предыдущих раундах. Дроп у одного из игроков юнити, а остальные пистолет, и... Наверное, у дамка останется дроп, поскольку у него есть броня. Но это, возможно, восьмой раунд, хотя тут... Ну, вот опять, четыре игрока бейдут. Нужно как-то сейчас поменять, что ли, позиции, играть более агрессивные. И поймать... О, Рома, боже мой, ставит нереальный хитшот просто по Саше. Авик падает, дамок делает еще минус. Бомба попадает, дамок знает, дает инфу, что бомба здесь. Дедушка, дедушка отходит, чекает дальний, тут смог. Ситуация 5-3, бобина в этот момент убивает Роми, спрыгивает кескелы, и... Ну, ситуация более-менее нормализуется. Макси чекает термика, зачем, не знаю. Кхм, 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 недостатка инфы. Ну, смотрим, дамок очень опасен, с броней, с достаточным количеством хп, да еще и калашу пацана на руках. Будет ловить дедушку с бобиной. В принципе, его, смотрите, его, в принципе, не ловит. Если он заходит в спину, если он убивает первую 30 кп, дедушка делает еще фраг, дамок помирает. Если он не чекает спину, и Ризер, Ризер, Ризер делает фраг, но тут все, заперти. Все зависит сейчас от термика, термика нужно вывешивать хэдшоты. Остался термик. Ой-ой-ой, вот это, вот о чем я и говорил. Поменяли позиции, сыграли более агрессивно, и забрали этот раунд. Очень опасно, но забрали его. Так, смотрим дальше тогда. 7-4 у нас тем временем. Когда я все это время молчал. А, у меня чай стынет, ребят. Ну, пока-то отсутствовала команда юнити. Похоже, подготавливает почву для камбэка, забирают первый экраунд. Ромми делает минус, и, похоже, все идет к тому, что счет в этой игре будет немного другой пользы даже юнити. Посмотрим, в принципе. Дедушка подходит к дополниту, не чекает. Не чекает, кто там у нас стоит. Ризер. Ризер очень неприятные позиции. Ризер, ситуация повторяется. Где-то первый играет. Делает второй игрок. Делает второй игрок. Очень неприятно играет, конечно. Так, Курикен. Курикен делает второй фраг. Сейчас я садю. Ромми. Ромми даже. Пайдет. 84. Ризер в прошлый раз вызвал оказаться в спине, но сейчас немного, конечно, Ризер оплошил. Он мог сделать даже 2-3 фрага, но вот не было толком, и сколько там человек. Да и не ожидал, что он так, Хурикен. Хурикен, в свою очередь, сыграл очень хорошо. Среагировал моментально, убрался влево и убил, в принципе, Ризера. Смотри, атака идет под Аплент. Бобина идет через Зигу, через коридор. И встретит Ромми. Рома погибает, Макси делает минус, но он недостаточно для того, чтобы играть раунд. Хороший тайминг, тайминг, поймал, убил Хурикена. Саша минус термик, ситуация 3-2, мобина красный. Сзади дом, с домком ночи, долго-долго он что-то расправлялся, сначала его увидел, потом начал стрелять. И, в принципе, снова Ризер остается один с ЦЗ-кой. Ну, опять, каждый раунд, ситуация, в принципе, повторяется. Все происходит так же. Юнити просто разбивает и заходит на один из плунтовок, и оставшиеся 2-3 человека уходит на сейв. Это должно о чем-то, по сути, говорить, о том, что нужно что-то делать. Но Ризер, это вообще сейвить-то нечего. Ну, по сути, да, ему сейчас нужно сделать фраги. На экономику, это, конечно, хотя посмотри, на экономику команды трактора откроет Аплент. Ай, второго на Сашу не хватило. Надо было забирать Санька, да, была ситуация для раздевших, блядь. Ну, стоит обратить внимание на экономику тракторов, если бы Ризер забрал еще одну Санька, то ситуация была неплохая. Однако, Санек не теряет свой калаш и может даже скинуть дроп, что он, собственно, сейчас и сделал. Ну, денег хватит на последние 2 раунда. Опять хочется отметить, что команда единицы прииграла 2-3 очень обидных раунда. Жалко, прям. Смотри, резкий-резкий такой выход опять под вэплент. Ну, вот опять. Так, Ризера АВП взял, серьезно. Посмотрим у него как раз Азим. Азимус, это мой Азимус, наверняка. Топовый перри Рижкин. Ризер нацеливать, я думал, он попадет. Близер есть. А он так себя чуть прорекламировал. Не обращайте. Да, мини-реклама, почему бы иди. Ну, Ризер 3-й хатшот ставит СВП. Сразу видна энергия Авика Азимова, моего Ризера ставит 3 жестких фрага без шанса. И знает, знает, где Искела. Да, ну, никто особо не торопится пока его искать. Ребята все немного напряжены. Да, как сказать, немного сильно напряжены. И не рискуют идти на Искела. Искела опять же на излюбленный позитив дропы. Термика. Ну, и термик. Ай, хороший флэш. Да, ну, не помогает она сильно разговаривать. Все-таки. Последний раунд. Первый плейный был. Сейчас. Ну, смотрим по деньгам. Сейчас, смотри, очень большие проблемы, о чем я и говорил. Да. Раундер большие проблемы. И если сейчас все-таки юнити забирает этот раунд, то контртеррористов, ой, за террористов можно... Да, и пистолетку, в принципе, если возьмут, то да, догонит трактор. Смотрим, основной штат, гостяк команды. Ой, ловит уже термика. И вы посмотрите, что происходит. Просто в наглую выходят в дропрумы и идут с плитом А. Никто из команды контртеррористов об этом не догадывается. Однако, Роми убивает одного, он поступает на ФА-бомбе. Размен от Макси. От дамка, точнее. Роми падает и... Дамок, дамок. Перезилка очень важной фрак от дамка. Ситуация 2 в 2. Ризер, Ризер, Ризер снова СЛП. Ну, это... Промахивается, ой, 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 ой. Да. Ну, снова по статистику озвучил. 14-12, дамок, 9-13, Ризер 10. Настрелял ровно 7, интермик 5. Термика. Снова что-то на этой карте теперь не пошло. Ну, других остальных, оставшихся, Саша 12, Барина 12, Искелл 14, Хуррикан 12. В этой команде дедушка пока в роли отстающих. Здесь 5 пистолетов. Ну, и надо смотреть. Возьмут ли Юнити. 100-летный раунд. Смотри, Барина 12. Ну, твои Юнити играют 5 Барина 12 летов. Ну, и данный, наверное, будет быть. Хотя, смотрим. Барина 12. Саша уже получил там на 8-х годах. Ох, оставили. Ох, оставили. Наверняка будет фактор предыдущего раунда в исполнении команды Трактор. Вот теперь Юнити. Буду падать дропрум втроем, я думаю, и играть сплита. Поскольку, смотри, ридер уже подтягивает капотку сайта в боковой и готов стрелять. Ну, там есть Хуррикан. Смотри, ридер. Смотри, что делать ридер очень. Ой-ой-ой, да я играл своим поджимом. Ну, это тоже дамок. Дамок. У менял дедушка на подсадке. Дедушка минус 2. Остался один Роми и Саши забирает. Ну, и пистолетку уже это минус. Так что это минус. Где-то может раунд еще. И близко-близко уже к победе. Снова. Как и прошлую игру. На другом турнире между этими командами. Я чувствую, сейчас у нас пока этот год еще будет. Следующий год, мне кажется, эти две команды так и будут встречаться в команде. Пока не найдется другие какие-нибудь игроки. Которые не будут их перестреливать. Сашка минус Роми. 3 хп оставляет. Ризер. Минус Хуррикен. Заходит на Апленд. Бомба-то вообще с далекого расстояния, с далекого круга так обходит. Мастер Тек-Найна пока что-то не попадает. Ну, тут только если дедушку одного оставят, то в принципе уже Сашка не жилец. А, решает засейвить. Неплохо. Так, и тут у меня небольшие проблемы. Я смотрю, курсбай удался, да? Да, я так думал, уже списывается счетов. Думаю, сейчас сольют они этот раунд, оказывается, нет. Ранен, я похоронил. Хм, значит неплохо сейчас. Команду, извините. Ну, отлично. В принципе, хотелось бы, чтобы интрига в этой игре сохранялась до сих пор. А ни в одной колецу. И надеюсь, что такого не будет. Ну, сейчас главное, сейчас главное нарушить полностью экономику, выиграть еще один форсбай у команды Трактор, и тогда выиграть еще одну эко, и со счета 11-8, в принципе, уже нормально отыгрывать. Нужно сейчас очень аккуратно сыграть, ребята, с командой ЮНИТ. А, три часа уже стримим. Нормально. Из этих задержек. Так, тут у нас плент подбей. Искеллосмотр. Дропрум. Вот туда будет вываливаться на Строми с Максу. С Макси Максу. Как кто-то по-разному называет. Плотит две флешки. И получает по щам, гоу, еще и скелла. Так, все, я тут. Хуррикен лезет в Дропрум. Все, в принципе, неплохо для команды ЮНИТ складывается. Сейчас главное не наляпать и сыграть очень аккуратно. Нужно, ну вот этот фортбайл для них очень разный. Ну, уй-ой-ой. Две фишки Санька, но он не умирает. Он не умирает, Санек. И самое главное, что вы сейчас не будут чекать. Вот, вот эта флешка зря. Хороший, хороший флеш. Хороший, но Санька там сто процентов бы не чекнули, потому что... Да, остался один бобина. Лучше бы засейдить, конечно. Ну, в принципе, он, собственно, это и делает. Да, и уже второй раунд забирается. Ну, о чем я и говорил, в принципе, очень важный раунд они забрали. Сейчас нужно выиграть еще одно эко в исполнении команды. Ну, смотри, интересно, позиции не видно, если с окна вылазишь. Это да. Ну, очень рискованно. А вот сейчас, да, вот сейчас заметите, скорее всего. Да, заметите. Вот я на месте бы Макса его подрезал, на самом деле. Было бы гораздо лучше. Так, ну, подрезать, знаешь, это... Дедушка, видимо, начал кушать гречку, видимо, подкрепился, и эту половину вроде бы немного отыгрывает. Примерная ситуация у дедушки 10 фрагов, у Хуррикена 13, у Искилл. Ой, смотри, смотри, тут пытается такой раз, что-то уже должно прочесть. Резер, перестрелка, резер, убивать первую, не слышит второго, бобина. Бобина забирается из по резера, и размин получится. Дамок, дамок, дамок. Дамок, перестрелка, резер, прекрасного нужно забирать, отлично. Ой, это бобина, сорян. Это восьмой раунд будет. Ну, ты смотри, что происходит, ну, там такой формат, там проходят все игроки. Ой-ой-ой. Да, восьмой раунд. В принципе, раунд особо этот. Ну, не из-за внимательности, невнимательности удалось убрать резера. Ну, сейчас должны деньги быть. Посмотри, у команды Трактор все идут одинаково практически по фрагам, а вот у команды Трактор, о, Юнити, особо выделяется Макси. Остальные игроки, в частности, Термик, Роми, что-то пока не заиграли. Нужно им сейчас включаться в игру, самое время для того, чтобы включиться. Да уже, в принципе, и время тоже как-то на это и играет, то, что там уже довольно практически где-то даже не с утра, а с обеда другая команда, другие команды с утра, они, скорее всего, уже там выбыли. Да еще очень долго ждать. Да, там, видите, все, в принципе, вы, вы были. Еще хочется отметить на слово. Да, у самого языка уже заплетается под вечером. Это да, на особую, такую обстановку в компьютерном клубе, то есть там очень жарко. Да, там вообще Ташкент там. Это вообще. Так, у нас тем временем 20 человек на стриме, и... Серьезно. Даже так, вот так, видимо... Всем добрый вечер, ребят, кто вы не спите вообще... Команда Ломбада пришла домой, видимо, и пришли смотреть стрим, ребята. Посмотри на Хурикена, очень интересная позиция, и... Нет, я свернулся, к сожалению, я не смотрел. Основной костяк атаки идет под Б. Ромин сейчас должен начать играть, откидывает... Давай посмотрим за смоком. Смок, видимо, упадет на хлопу от Ромин. Макси не кидает тоже смог. Видно, что карту Кабусу он готовили, Макси делает фраг. Так, есть инфа, наверняка есть инфа, что еще есть игрок слева. Нету, не предчекали дедушку. Дедушка делает еще один фраг, это бобина. Или кто? Боже мой. Хурикен разменивается. Термик минус. Рома термик против двоих игроков. Хурикена и эскелы. Хурикен прорывается, и... Ну... Ну вот, знаешь, убили одного игрока вот в той нычке, но дедушку там наверняка не ждали. Никто туда не посмотрел, и я не понял, то ли это дедушка, то ли бобина это был. Ну, тот человек, который встал в том углу, убил двоих людей, еще одного красным встал, это, конечно, фигово. Деньги есть, но это последние деньги команды Юнити. Нужно сейчас забирать раунд и ломать экономику команды Трактор. Иначе, я думаю, ничего не получится. Ребят, кстати, немножко инфы тут, чем больше вы смотрите, как раз народу, и как раз появляется качество выбирания стрима. То есть вы можете смотреть и в отличном качестве, и, в общем, выбирать, кому что удобно, как смотреть. Чем больше вы смотрите, и из-за этого появляется там качество. По-моему, как раз больше 15, больше 20, по-моему, как раз где-то смотреть надо. Интересненько. Да, и из-за этого качества появляется. Тут у нас теория 12-8 уже. Ну, да, 12-8, и... Так, я потру сворачиваю. Секунду. Я тоже, все, только вот сейчас вышел. Да, у нас, мари, Рома разменивает, делает минус 24 в 4. Роми еще один минус, остается красным, однако минус 1, тп от гранаты. Ну, нет, инфы, неужели, что три игрока Б, нужно уходить А, быстро. Бобина, да, ну, вот. Макси обходит со спины, но... Да, это будет выход Б, но я не знаю. Ну, смотри, если бобин не прочекает, это, в принципе, минус раунд. Домок, все, есть, есть минус, остается бобина. Бобина слышит Макси на пункте, или нет? Да, слышит, слышит. Так, бобина минус. С центра заходит термик. Слышит дамка, он слышит дамка. Неужели, 6 секунд. Ты же что-то делаешь, убивать его? Термик! Боже, все это убили. 10-12. Я бы волосы себе все выдрала, если бы сейчас. 12 дней, ну, 50 уже. Да, камбэк из Риэл. Что-то таким и пахнет. Здесь. Да, очень, я думаю, блин... Что-то думаю, опять будет нервная такая игра, как тогда и как в СД. Как я так и буду упоминать, ребят, только не три карты, пожалуйста. Только не три карты. Я лучше спать уйду. А я уроки поеду делаю. Ладно, команда Юнити делает очень... Выигрывает важный раунд, как я говорил. Да, и экроунд. Да, и вынуждает команду Трактор делать экро-раунд. В принципе, тут ничего не предвещает обиды. Одни Успы у команды Трактора. Ну, с ней не можно устроить дигулу Хурикино. Да, дигулу Хурикино, но он под Б с этим дигулом, и я не думаю, что он здесь, чтобы жестко поставить, учитывая, что он не чекает спину. Подожди, а... Уже забрали... Ризер. А, Ризер, да, его забрал, когда просмотрят. И все остальные игры игра. Смотри, внычки из Келла на Плантуар. Смотри-ка. Юнити немного испугаетесь, решили все-таки пойти под Б, оставив Аплы двум-двуму спар. Ну, инфа поступила, что Б пустое. И Роми один будет, а, смотри, Роми один будет, а, уже там не с дедушкой. Да, Роми убивает дедушку, и есть инфа, что где-то здесь есть скилл. И скилл в интересной позиции, его вряд ли сейчас прям здесь чекнут. Ну, наверное, Роми сейчас этим займется, хотя Роми, я бы не советовался, вот, лавину ХП, он пропал, он устроен остался, и, в принципе, с Успани особо не сосает туда метку моего игроку. Ой, смотри-смотри, вот вернулся. Ну, и вот, опять, чистый пример жесткого тайминга, вы только что заметили все-таки. Ты посмотри, что происходит тут. Да, видел, видно. Просто три раза словил тайминга и скиллы. Ну и все, на сейф, на сейф убегает. Инфа пошла, Роми, блядь. Потому что, потому что с экономикой будет плачевно чуть-чуть. Да, конечно, нужно идти сейвить. Что я делаю сейчас с сейфом? Термик найдет. И скил. Термик, че там? Ай-яй-яй. И сейф решил испытать удачу, вылезти. Да, и денег не особо не на такой прям хороший бай. Раз, два, два, два армора полных и два неполных. И Хуррикен вообще без армора с АВП. Это плачевно. Я так сам часто беру Ави. Хуррикен. Без армора, но это плачевно очень бывает. Домог у нас что-то один податриваться. Когда бомба у нас под Б. И термик туда перемещается. А там у нас один Санек. Санек. Я все потихоньку смотрю, потихоньку все на перемещаются. Санек один. Да, будет сплитаплэн. Саша это понимает, что это какое-то делание, что это занимает сам сайт. Но тут его 100% чекнут. Туркла огроменную роль сыграет сейчас. Мозги Саши, когда он поймет, когда ему выскакивает, тайник, естественно, и удачу. Хуррикен близко. Засаживайся, я не волнуйся, я уверен, что он может попасть. Но тут главное, что он должен вовремя вылезти. Но нет, была из него. Увы промахивается. Хуррикен. Ризер. Ну, только что видели. Ризер. Приватку и делали мусорский фраг. С темы. Искему тоже заберет Ризер. Отлично играет у этого парня. Да, и уже один. 11-12, смотри. 1-12, и вынуждают команду Трактор делать еще одно эко. Да, и чувствую, это 12-й раунд, и у нас ничья будет вырисовываться в игре. Я так понимаю, Юнити не настроена отдавать реванш команде Трактора. Реванш, мне кажется, не будет. Это противостояние, скорее всего, может быть, и закончится в картах. Я хочу очень этого. Три карты, три овертайма, да, будет? Ой, вот это я лучше не буду. Я спать поверь. Три овертайма под 40-40, банки с учетом. Так, нужно брать это еще будет. Там 40-40, по-моему. Нет, там максимум 20. Нет, там бесконечно может идти. Ой, смотри, догорел, догорел дедушка практически. Я не знаю, как он там до конца сидел. Прямо до этой медицины. Ой, у него дедушка. Скилл, я скилл ставил очень жестко. Саня, еще и скилл, что? И скилл два минуса. Жестких два минуса. Ну, он без брони как-то жестко, и ситуация просто меняется. И ситуация 4-3, ситуация превращается в 2-2, и Макси с домком идут в бегство, идут на другой плент. Но пока не знаю, 40 секунд, нужно уже определяться с плентом. Да, есть шанс за... Забрать дедушку, потому что, в принципе, он, мне кажется, и сам отдастся. Ну, и скилл все-таки забирает халашик. Но, калашка, по снуху, хоть... Халаш, надо Саньку отдать, дедушка. Так, думаю, мне кажется, пока чуть не отдает. Да, 99%. Смотри, одного из скилл остальна. Ну, тут из скилл сейчас может неожиданность в позиции играть. Вред, вы докажете. Ай, нет. Про что я и говорю, брони нету, и не удалось ровно. Что же им делать? Конечно же, зависит от стрелы, саня подбирает. Саня, вау. Так, что от 1 в 1, саня подбирает калаш. Нет, играет так же, с 50-50, неужели он не знает, что не хочет. Или там 0 патронов. Перестрелка с дамком, неужели убьет позже? Да, 13 раунд. Но этот раунд нельзя было проиграть, это был фулл эко, и это был самый важный раунд, в котором команда Юнити могла сравнять счет и, естественно, подарить себе моральную большую. Ну, после такого раунда, мне кажется, все полетит к черту. Но я надеюсь, что команда Юнити... Деньги-то есть, а вот мораль. Неужели вот... Да. Ну, я думаю, после такого раунда я бы, наверное, очень сильно расстрелся, как игроки Юнити. Но очень обидный раунд. Ну, не знаю. Саня решил взять Т-250 и просто убивает дамка на ровный месте. Очень обидный раунд, на самом деле. Ну, естественно, есть скилл и Саня тут. Ой-ой-ой, Хурикен Ризера замещает такую маленькую щелочку. Ну, вот Хурикен делает фраг. Тем самым набирает 16-ый фраг. В принципе, по фрагам-то у трактора все ровно идет. А вот у Юнити пока Макси выделяется особо. Ну, то есть сейчас вся игра зависит от Макси и от того, как он сейчас играет. Ведь у него вроде сейчас летит в этой карте, и он должен показать это. Выигры, как раз, очень важные выигры и раунда для команды. Нужно, естественно, забрать этот раунда. То есть я его не забираю, то все будет очень плохо. Будут ли качели, будут ли качели сейчас? Готовить раскидка под Бепплэнд. В принципе, команда трактора ожидает. Два игрока занимают дробку, у меня один. Это Ескелла. Ескелла, как всегда, дробку, у меня падает бобина. Слышал, слышал, слышал. Дамок тоже нечетный. Дамок есть, брат. Так, дамок уходит. Видит на фонтане. Хурикен, Супа не прощает. Минус два. Ну, и Хурикен просто забирает. Такой. Ну, тройми тоже, мне кажется. Нет, в принципе, можно подождать, но дарить очень мало. И Хурикен не прощает. Делать, аж четыре фрага. Один. Да, и деньги, деньги, экономика, принципе. Ну, вот, проиграли. Фулэк и вот. Нет, решает, решает закупить, пока есть деньги на последний. В любом случае, лишь бы только в пятнадцатом. Это не каралось для них. Ну, пока карта не меняется, значит, еще противостояние будет. Нет, но это все равно очень обидно. Мы проиграли ЭКИ. Да, вот тот раунд был, конечно, да, такой решающий для них. Можно, конечно, еще и группы менять, но я не верю на самом деле. Не думаю, что удастся сейчас полностью группировать. Но тем более, команда Детрактора вошла в раш, и я уверен, сейчас... Ну, смотри, Максу где-то уже на 1 хп, думаю, что это было. Роме, там где-то на 42 хп оставили. Ну, сыпется команда Резер уже потерял 50 хп, Роме тоже потерялся. Да, после раунда нигде нет не будет. Дэклент укреплен, бомб идет по данному на, наверное, Санега даст это. Бобин еще туда позволяет, ну, в принципе. Укрепление надо, значит, хороший Резер. Ставит хэдшот. Да, следующий раунд безденежный. Это плохо. Да, где у нас дети процентов хэдшотов, подмечаю, так верим. Дедушка, два фрага, хэдшотами правда поставил, молодец. Хурикен уже на планете стоит, хотя Сэлл недавно АБ меняет. Ой, смотри, на А заходит термик. Хурикен, два промаха, есть шанс. Хотя нет, Бобина прилетает очень вовремя. Так, Бобина, не чекает. О, кроме термик, не врет минус два в два ситуации, это очень сейчас интересно. Он не прочекал, не прочекал дедушку. Ой-ой-ой, вот терминей. Это к чему не шло, то что денег не будет. Зачем паузу-то задей последний раунд, ты что? Какая пауза? Бобина пишет, не надо, хочет поскорее выиграть. Ты уверен, уверен в победе, естественно. Не знаю, термик, у нас в наблюдателях, естественно, смока вроде меньше видно. Сейчас, вот, должно уже карта поменяться, если это по сейн раунд. Обрати внимание на дроприттера, я интересен, он наверняка пойдет с ним в дропрум. Давай посмотрим, как он его реализует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!